В Екатеринбурге во время пожара случайно обнаружен склад предположительно контрафактного спиртного. Сегодня ночью в поселке Шортаж на юго-восточной окраине Уральской столицы загорелось производственное помещение, официально значащееся как автосервис. Поступило сообщение о возгорании в помещениях автосервиса, расположенного по адресу проезжая 172А. К месту пожара были направлены силы и средства по рамку пожара номер один. По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено, что горит второй этаж в помещении автосервиса. Есть угроза распространения по всему зданию. Было принято решение о поднятии рамки пожара. До пожара один диск к месту пожара были направлены дополнительные силы и средства. Для тушения пожара применялись зрения ГДЗС. Здесь прокладывалась магистральная линия от естественного водоисточника озера Шортаж. Второй этаж автосервиса на деле оказался вторым этажом продовольственного склада. По адресу проезжая 172А действительно есть тишиномонтажка. А за ней большой металлический ангар, используемый как теплый гараж и хранилище всего на свете. Баллонов с парапаном и углекислым газом, сахара, муки, коньяка и водки, не существующего в природе бренда. Столичный кристалл ультрапремиум. Но первое, к спасению чего приступили огнеборцы, это несколько грузовиков. Какие-то выехали из гаража своим ходом, а какие-то пришлось выталкивать вручную. Чтобы огонь со второго этажа не перекинулся на первый, пожарным пришлось самим сломать перекрытие. Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания, металлические конструкции с утеплителем. Личный состав работал на вскрытие кровли и металлических конструкций стен на ограничение распространения пожара. В ходе тушения огня к пожарным подключились электрики, обесточившие нелегальный склад, и газовики, которые от греха подальше вывезли баллон из пропана. Не было только представителей контролирующих органов, которых наверняка заинтересовал бы контрафактный алкоголь. Кстати, спасая из огня сахар, автомобильные покрышки и другие ценные вещи, работники склада даже не прикоснулись к ящикам с теперь уже откровенно паленым спиртным, делая вид, что этот товар не их, и они понятия не имеют, как он здесь оказался. Машина жизненно нечет, жизненно идет так. Не боится. Усилиями 39 огнеборцев и 9 единиц техники пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров. В час сорок ночи, то есть через полчаса после вызова, огонь был потушен. Однако проливка горевшего здания была завершена только к пяти часам утра. Музыка.